КГБ Беларуси отчиталось о завершении расследования дела Белгазпромбанка. Меня зовут Фарида Курбангалеева, здравствуйте. Предварительное следствие по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка завершено. Среди обвиняемых бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. В Комитете госбезопасности заявили, что все фигуранты, кроме него, вину признали. Всего по этому делу были задержаны 15 человек, но по данным СМИ фамилии некоторых из них в заявлении КГБ не упоминаются. Бывший банкер Виктор Бабарико, а также его сын, находится в изоляторе с июня. Бабарико обвиняют в получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере. Сам он считает свое преследование политическим. Провести проверку банка распорядился Александр Лукашенко после регистрации Бабарико кандидатом на выборах. Власти ввели в банки временную администрацию, фактически он перешел под контроль государства. В российском Газпроме называли смену руководства незаконной. В середине декабря заканчивается срок полномочий временной администрации финансового учреждения. Нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать. Зачем его уничтожать? Тем более, что хозяева этого банка очень богатые люди. Имеется в виду Газпром. В десятках регионов России проходят обыски и задержания свидетелей Иеговы. Против них возбуждено новое уголовное дело, цитата, из-за возобновления работы управленческого центра. Напомню, три года назад Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. С тех пор против последователей движения были возбуждены сотни уголовных дел. Многие получили реальные сроки заключения. Совет Европы призывал российские власти прекратить преследование свидетелей Иеговы. А Европейский суд по правам человека признал нарушение их права на свободу вероисповедания. Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник» превысила 95%. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Там уточнили, что это данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции. При этом по итогам 28 дней эффективность вакцины составляла только 91,4%. Ранее об эффективности вакцины на уровне 95% сообщили два других разработчика – американская Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech и еще одна американская компания Moderna. При этом российская вакцина уже зарегистрирована, хотя третья фаза ее клинических испытаний еще не завершена. И этот факт вызвал критику со стороны российских и зарубежных специалистов. Владимир Путин заявлял, что российские вакцины самые безопасные и утверждал, что укол сделала одна из его дочерей. При этом, согласно заявлениям пресс-секретаря Кремля, сам Путин не прививался. По словам Дмитрия Пескова, выступать в качестве добровольца глава государства не может. Между тем, в России рекордное число смертей от ковид за сутки – 491. При этом, по оценкам СМИ, официальная статистика летальных случаев может быть занижена в 4 раза. Заболели за сутки более 24 тысяч человек. В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться. В Украине подтвердили более 12 тысяч случаев коронавируса. Больше всего в Киеве и Киевской области. Число заболевших в мире превысило 59 миллионов. При этом зафиксировано почти 1 миллион 400 тысяч летальных исходов. Активиста Павла Крисевича, который устроил перформанс в образе Иисуса Христа перед зданием ФСБ, отчислят из Российского университета дружбы народов. По его словам, такое решение приняла дисциплинарная комиссия ВУЗа. В ее формулировках говорится, что активист не отражает в себе образа студента, оскорбляет чувства и борется с властью. Приказ об отчислении должен подписать ректор РУДН. Сам Крисевич утверждает, что своей акцией хотел поддержать политзаключенных. Он отбыл 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции, а именно за отказ сойти с креста. В американском флоте заявили, что эсминец Джон Маккейн имел полное право находиться в Японском море и не нарушал международно признанные границы. Там утверждают, что зона в заливе Петра Великого не является частью территориальных вод России. Напомню, сегодня утром российский противолодочный корабль угрожал протаранить американский эсминец. По данным Минобороны, Джон Маккейн углубился за линию морской границы на 2 километра, но после предупреждения со стороны адмирала Виноградова вышел в нейтральные воды. Это главные новости к этому часу. С вами была Фарида Курбан-Галеева. До встречи.